Здравствуйте, с вами компания Акимоторс. В этом выпуске мы расскажем, как везти автомобили из Китая, новые автомобили, непроходные, напрямую в Россию. Мы также расскажем, как везти автомобили, которые были завезены по параллельному импорту, но не успели оформить в России, поставить на учет, списать улетели сбор, как эти машины считать по новому калькулятору, ну и вообще, какая обстановка здесь у нас в Кыргызстане, в Бишкеке, какие новости. И все подробно мы расскажем в этом выпуске. Приехали мы в один из автосалонов у нас в Бишкеке. В основном все было забито китайцами. Сейчас мы видим ситуацию, есть, стоят корейцы в основном, сонаты, немцы, ну там Volkswagen электрический стоит. И вот там есть Chang'an, киндаки стоят, старые. О, есть Zipper 007 стоит, который сейчас уже будет неактуален в России, потому что нужно там додамаживать. То есть, как мы знаем, по новым правилам ВОЗа, все электрички нужно будет там, может, только в России, и гибриды. Пройдемся еще по некоторым автосалонам, посмотрим. Вот чуть дальше проехались. Здесь вообще автосалон закрыт, машины все вывезли. Хотя здесь полностью битком все были стояли машины. Еще один салон, также мы видим пустой, машин нет. Еще один салон тоже был забитый, битком всегда. Картина такая, что машин китайских уже совсем нет. Салоны все позакрывались, они стали неактуальными просто. В общем, до 1 апреля все пытались как можно быстрее списать утильсбор, поставить на учет в России. И это был крайний срок. Но уже за 10 дней или за 5 дней уже не списывали утильсбор. То есть, это была большая проблема. И многие платили большие деньги, чтобы самое главное успеть до 1 апреля. А кто-то не обратил внимания, либо посчитал, что какие-то будут изменения. Ну, ничего страшного. И в общем, те, кто не списал утильсбор, те, кто не поставил на учет. С этими автомобилями большая проблема. Особенно это коснулось электромобилей и гибридов. Так как по новым правилам ВОЗа все гибриды и электромобили будут таможены только в России. Не через параллельный импорт. Это будет невозможно. И вот эти автомобили, они застряли у нас в Пешкеке. Их очень много. Такие, как Лисянги, Сикры. И они стали неактуальны. Многие даже вот китайцы, с кем мы разговаривали, они даже не знают, не в курсе были, что вступит в такой закон после 1 апреля. И они просто думали, ну какие-то будут изменения. Ну ничего страшного. Что-то будет, мы там доплатим. Но как такова реальность, что китайцы сейчас стоят. Нет клиентов, нет покупателей. Потому что цена слишком высокая, если привезти в Россию. Плюс доплачивать таможню. И совсем неактуально становится, да? Мы находимся на одной из самых больших площадок. Здесь в основном все китайцы. Вот здесь прям большие площадки. Вот мы видим, Джульманжаро стоят, Курреи, Пончи. И они берут небольшие контейнера, делают их в виде офиса и продают на этой площадке. Вот здесь все пусто. Вот сзади меня все пусто. А вот здесь есть немного машин. Сейчас поснимаем. Это была самая большая площадка. Она сейчас практически полупустая. И сделаем небольшой обзор, какие цены на сегодняшний день. Как звать? Коля. Боря? Да, Коля. А, Коля, Коля. Очень приятно, Коля. Коля, подскажи, пожалуйста, вот сейчас вот стоят все эти ваши машины. Давай пройдемся по машинам сейчас, какие есть у вас на продажу. Это Хон Чи, да? Да, это Хон Чи. Хон Чи сейчас на 34. Полный привод, полный привод. Максимальная топ-комплектация. 34 тысячи долларов, двухлитровый бензин, да? Хорошо, давай дальше пройдем. Иху, я смотрю, очень много у вас, да? Да, да. Это тоже Хон Чи? Да, это тоже Хон Чи. Цена какая? Это цена... О, это забыл, я забыл. Уже забыл. Да, я уже забыл. Это долговые. Вое Пэшн, цена? Это 37. 37 тысяч долларов? Да. Это электрическая или гибридная версия? Электро? Да. Электроэлектрическая версия, 37, цена хорошая, популярная автомобиль. Коля, цена какая? Это 16500. 16500. И Манджарик. Так, это все растаможенно, Кыргызстан? Да. Самая популярная машина, это Джили Манджаро? Да. Ага. Это 28500 будет. 28500? Да. Полноприводная. 24-й год или 23-й год? 24-й год. 24-й год? Да. Ага. Там Курэй 23-й год. А Курэй 23-й год. Гудер уже, резина, да? Да. Такие запыленные уже, да? Стоят. Так, Манджаро очень много, да? Много. Разный цвет есть. Разные цвета есть. Разные цвета есть. Разные цвета есть. Вот в очень красивом цвете, Курэй. Да. Какая вот цена? 16500, да? Да, 16500. 16500. Да. Вот здесь что у нас? Джили Кул. Да. Как она называется? Борусский как это называется? Я тоже не знаю. Бонье, да? Бонье. Наверное. Цена 21. Ага. Цена 21. 1,5 мотор, 2 ВД, да? Да, да, да. Вот. Курэй очень много здесь, да? Да, Курэй много. Коля же, да? Да. Коля. Коля продает Курэй. Угу. И там Манджар, который много. Манджаро тоже много. Там, там, рядом. Угу. Давно на рынке? Давно? Давно уже, да? Очень много машин у вас, да? Много сейчас. На таможне еще есть, там 200 штук есть. А, еще на таможне 200 штук. Коля, давай немножко поговорим об автобизнесе из Китая. Угу. А вы знали, что до 1 апреля есть закон, что с 1 апреля в России уже дорого будет, там уже знали? Да, я знаю, я знаю. Ну, просто сейчас там таможне тоже не сказал, как можно еще работать или нет. Можно еще, конкретно ничего не говорили, поэтому вы просто как бы на свой страх и риск пошли, да? Ага. Пока не сказал. Что будете дальше? Просто клиентов сейчас нету. Что делать дальше? Какой ваш выход? Ну, клиента тоже не знает. Клиента тоже не знает. Алигурой идет сейчас. Все ждут, короче, да? Все в ожидании. Да. Вообще, если вы, допустим, Джили Манджаро отвезти в Россию, сейчас вышла новая сетка, она будет растамаживаться в России. Нужно доплатить эту разницу. Манджаро уже там будет стоить, как напрямую привезти. Поэтому сейчас, наверное, единственное решение, это найти там клиентов, да, привезти туда в Россию, поставить на учет и уже там продавать. Ну, у нас сейчас еще есть в Москве, там Кринд тоже есть. Ага. Я назад в Лизир тоже продал. Там Лисян. А, Лисянги, да, продали? Лизинсь. Лисянг, да? Ледведы. А, то есть, все равно берут, да, сейчас? Да, да, да. Берут. Все равно берут. Платят там полностью оплачивают, да? Просто я сейчас не знаю там, что делать. А, сейчас на дорогу сейчас еще. А, он еще в дороге. Да. Вообще, планируете здесь, в Кыргызстане еще вести, ну, автобизнес или уже в Россию туда пойдете? Там тоже есть в России. А, в России тоже есть точка. Ясно, Коля. Ну, будем рекламировать, предлагать клиентам, если кому интересны такие автомобили. Коля здесь находится. Да, я здесь. Да. Это вот такая большая площадка у нас в Бишкеке. Машины все в наличии. Если что, кому интересно, обращайтесь. Коля сделает скидку, да, для наших клиентов. Сделаешь скидку? Да, да, да. Я здесь и жду. Оптом, оптом. Оптом, да. Просто, где-то, да. Ну, давайте приведем пример по новому калькулятору, который вышел на сайте tks.ru. Там появилась такая графа из стран, везенных через ЕС, то есть из параллельного импорта. Если вы везете, да, вы вбиваете в графу стоимость автомобиля и вбиваете три графы. То есть это его таможенная стоимость какая была, затем акциз, затем НДС, разница в НДС. И вы полностью прописываете все. И этот таможенный калькулятор вам считает, какую таможню в итоге вы должны доплатить. Вот по примеру, Джили Манджаро, мы сейчас вбили все цифры, все данные. Если привезти из Кыргызстана, то есть стоимость его 28 тысяч долларов, и в итоге до 40 тысяч долларов полностью обходится вам автомобиль, если вы завезете через Кыргызстан. Если везти напрямую с Китая, напрямую пошлину, 48%, то примерно те же самые цифры. То есть получается Кыргызстан, он выпадает из этой цепочки, нет выгоды везти сюда, растамаживать и везти в Россию. Как происходит логистика, отправка. К примеру, это Москва. Грузится в контейнер три машины. Мы сейчас считали три автомобиля. Это был заказ Джили Манджаро, Войя Фри и Джили Кул Рей. То есть сейчас в Китае очень хорошие цены, очень хорошие скидки. И просчитав полностью по калькулятору, то есть примерно выходит в стоимости около 37-38 тысяч долларов. В принципе, ниже, чем рынок в России, есть выгода. Можно везти напрямую. То есть нужно какое-то время, чтобы все автомобили, которые были завезены уже по параллельному импорту, с более низкой ставкой, они дешевле, соответственно. Пока они распродадутся. То есть нужно время, чтобы рынок немножко создался дефицит. И по новым правилам, напрямую, по полной пошлине будет уже выгодно везти. Я думаю, что это ближайшие, я не знаю, 2-3 месяца, возможно. Может быть, и больше времени потребуется. Все пытались максимально закупиться, завезти до 1 апреля, потому что цены же поднимутся. Я слышал такие случаи, когда у кого-то там 300 Юникиев стоят, Чанганов. У кого-то 300 Войхов стоят на площадках. То есть было завезено прям максимальное количество, потому что, ну, чтобы цены немножко урегулировались, создался небольшой дефицит, нужно время, чтобы все это распродалось по тем старым ценам. И уже по новым ценам завозить, и народ будет покупать, потихоньку будут привыкать к этим ценам. И, ну, нужно немножко времени для этого. Жили в Манжаро, очень много стоят. Популярные машины были. Манжаро в изумрудном цвете. В белом цвете. Как звать? Как вас звать? Суян. 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 Да, Суян. В общем, мы сейчас берем интервью у Суян. И вот очень интересно сейчас будет интервью, потому что он не говорит по-русски, я не говорю по-китайски. И у нас есть вот такая вот штука, переводчик. Это переводчик он зажимает, и он переводит ему сразу же автоматически. Это очень популярная вещь сейчас в Китае, на самом деле. Вот сейчас мы будем тестировать, как эта вещь работает. Суян. Да, да. Сейчас мы сразу переводим. Я не говорю. Мы сейчас сразу переводим. Это сейчас в Китае очень流行. Что вы будете делать дальше, ну, исходя из ситуации на рынке, какие ваши прогнозы, поедете ли вы туда, в Россию, там будете реализовывать, или что будете делать с вот этими машинами, которые здесь сейчас стоят? Большинство клиентов или наши автопроизводители также ждут и ждут, пока эта политика будет реализована. Потому что многие люди еще не прошли через этот процесс. А затем мы решим остаться здесь и остаться здесь. Тогда мы настроим некоторые из самых продаваемых моделей. Сейчас выгодно везти на Белоруссию, там растамаживать и отправлять в Россию, да, это? Они на это рассчитывают. Да. Это они все хотят. Ага, все-все-все, хорошо. Джили Манжаро, сколько стоит? Сейчас мы предлагаем меньшую цену. Теперь мы близки к нашей себестоимости. А иногда даже теряем деньги. Ну, в общем, вот такой вот автопарк Джили Манжаро тоже стоят здесь белые, изумрудные цвета. Если что, кому интересно, можем предоставить вам цену, да, интересную. Все, спасибо большое. Давайте перейдем к новостям. Вышла такая новость, что одна китайская компания крупная отправила большую партию автомобилей. И одна из российских крупных дилеров, они не оплатили огромную часть денег, которые были должны оплатить по приезду в связи с тем, что китайцы, они опоздали по срокам. То есть они не привезли в срок. Российская компания посчитала нужным не доплатить китайской компанией, так как были договора по времени, по срокам. Как мы знаем, Китай не всегда выполняет свои сроки, свои обязательства, потому что там есть свои тонкости. При оформлении бывают задержки. То есть мы об этом тоже говорили уже, что в Китае большой процесс занимает именно снятие с учета, постановка, оформление всех этих документов. То есть в один момент просто китайцы могут сказать все, аннулируют все эти документы, нужно будет заново делать. И вот эти моменты, они не учитывают. Конечно же, китайцы не в срок привезли автомобили, и российская компания недоплатила огромную сумму. Там был заказ около 100 автомобилей, как правило, оплачивается где-то 20-30 процентов, то есть около 70 процентов от общей суммы российская компания недоплатила. То есть это огромные деньги. Китайцы будут уже настороженно относиться к российским партнерам и не будут везти по предоплате, либо по полной оплате, либо будут сами везти уже в Россию. И по факту, то есть привезли машины, берут какую-то небольшую оплату и уже после прибытия в Россию оплачивается остальная часть денег. Как это делалось у нас, некоторые китайцы, они брали какую-то сумму предоплату, в автомобиле приезжали в Кыргызстан, и уже клиенты оплачивают полную сумму. Там нужно, чтобы физики были свои, то есть на кого будут оформляться автомобили. Если мы везем напрямую, чтобы обойти коммерческий путь в сбор, нужно привезти на конечнику. Здесь тоже такие моменты, нюансы, но я думаю, китайцы будут думать над этим, как юридически все это делать правильно, грамотно, чтобы обезопасить себя, чтобы таких случаев не было. Так, сейчас мы на парковке Hyundai Elantra. Вот продавец Big Ball. Представитель китайской компании. Ассаламу алейкум. Big Ball, скажи, пожалуйста, вот Hyundai Elantra, какие цены сейчас актуальны? Сейчас этот 17-17, 1500. 17-17, 200 Hyundai Elantra. Комплектация какая? Lux. Комплектация Lux. Это топовая комплектация, да? Так, бесключевой доступ, электропривод, сидение у нас есть. Абсолютно новое, 23-й год, да? Да, 24-й. А, 24-й год. на климате монитор 17 200 до цена цена 17000 еще торгуем а абсолютно новый 24 года hyundai elantra цена просто для новой машины отличная бигбол а что сейчас с рынком происходит как ситуация на рынке сейчас вообще можешь рассказать хорошо уходит сейчас мне кажется в казахстан да казахстан забирают в россии но в россии сейчас новые правила воза как россияне нам нормально забирают нормально нормально а манджары то есть у него цена то дешевле и оплатив доплатив таможню в общем оплатив утиль сбор и цена будет выгоднее короче недорогая машина в россию отправить выгоднее а если машина манджары там таможне дороже выходит разница в таможне и невыгодно вести да все 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 понятно сейчас россияне тоже берут покупают да все elantra и все комплектации люкс да а дел икс есть тоже да давайте пройдемся по нашей площадке сейчас мы везем на внутренний рынок внутренний рынок это в основном газовые машины к 5 sonata и морнинге и еще такой момент мы мы продаем в рассрочку в рассрочку через банк помогаем нашим клиентам оформить рассрочку вот у нас есть к 5 2017 года sonata new rice там их порядка семи или восьми машин разных цветах белые и серые так также sonata dn8 кейс киа sportage есть киа морнинг два морнинга есть комплектация urban ну вот все машины наши стоят да и мы также ориентируемся на местный рынок не только на россию и продаем в рассрочку через банк так что обращайтесь приходите кому нужно либо под заказ либо по наличию либо в пути вы можете выкупить машины давайте поговорим по поводу логистики как сейчас отправляются автомобили из китая к примеру в москву сейчас немножко есть сложности так как ситуация в оренбурге пытаются как-то обойти этот город и из-за этого более сроки долгие либо отправляются контейнером позже д тоже сроки больше выходит также хотелось бы выразить свои соболезнования всем кто попал данную ситуацию город оренбург и также в казахстане кыргызстан с вами мы поддерживаем вас такие вот были новости дорогие друзья пишите в комментариях что вы думаете об этом подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был владимир компания к моторс